Все автолюбители знают, что новый автомобиль обладает своим неповторимым запахом. Но время идёт, и салон автомобиля становится не таким уже свежим и чистым. Как сохранить его в первозданном виде, сегодня разберёмся. В химчистке салона главное – это быстрота реакции. Пролили жидкость или поставили пятно? Действовать необходимо незамедлительно и аккуратно. Всё, что вы можете сделать – это пропылесосить место загрязнения. Без агрессивной химии замыть пятно и убрать жидкость. Если автомобилист пролил кофе или, допустим, ещё что-нибудь кушал на велюровый салон, то нужно незамедлительно ехать к специалистам и убирать это, дабы не вызвать неприятных запахов в салоне. Потому что под велюром находится поролон, от которого нужно это всё дело вытянуть. То есть промыть верх ткани и вытянуть ещё с поролона. Бытовые средства не подходят для использования. Вы можете снять краску с кожи или изменить цвет велюровой ткани. Покупать специализированные жидкости тоже смысла нет. Они стоят дороже, чем химчистка. Сейчас уже очень много в интерьере автомобиля всяких разных материалов используется, под которые нужно подобрать правильно химию. Поэтому я бы не советовал даже в салоне автомобиля пользоваться самому. Если вы купили бэушные автомобили уже с пятнами в салоне, то, скорее всего, ваши попытки вернуть обивки первоначальный лоск закончатся провалом. Эксперты говорят, что зачастую после таких гореуборок приходится перетягивать салон. Если автомобиль не новый, вы купили бэушные, вы же не знаете, как крашеная эта кожа, не крашеная, что с ней делали, как за ней ухаживали. А специалисты это уже видели. Сотрудники химчистки советуют пылесосить салон вашего авто хотя бы раз в две недели, а также купить чехлы с водонепроницаемой мембраной. Если у вас есть маленькие дети, то не забудьте приобрести накидку, которая спасет от следов ног спинки передних сидений. Кстати, не забывайте, что автомобиль когда-то придется продавать, а грязная вивка не прибавит в цене вашему автомобилю, а также отпугнет потенциальных покупателей. Легкой вам дороги на работу. Пока!